К десятилетию общественной организации «Дорогою добра» проект «Особенная история». Родители особенных детей о людях, которые им помогают, и непростом пути, который они проходят вместе. Даша у нас такая прямо девочка-девочка. Она не полезет ни на какую горку, мараться в лужи, вступать не будет. Она прямо леди. Наталья Некрасова, мама Даши. Около двух лет, больше ей было, два с чем-то. У нее какой-то был приступ. Она прямо у нас сидела и вот так вот за голову держалась. Сделали МРТ тут в Кирове и попали к нейрохирургу, к нашему кировскому. И он сказал, что у нас крайний стеноз. То есть это такое забрание, когда мозг не дает им расти мозгу. Он говорит, надо делать операцию, это трепанация черепа, это вот все так меня напугал. Мы проревелись, ну уже все начали уже анализ задавать. Он говорит, у нас в отделении какая-то инфекция, поезжайте в Бурденко. И вот мы поехали в Бурденко, и вот там Бурденко, врач, нейрохирург. Он посмотрел и говорит, да, у вас крайний стеноз, ну как бы вторичный, но у вас что-то еще. И он вот нас послал в генетику. Даша 13 лет. У девочки генетическое заболевание, и ей постоянно требуется дорогостоящее лечение. Нам поставили диагноз монозидоз. Это генетическое заболевание. Но отравляет весь организм, то есть страдают как внутренние органы, так и походка, и слух, и умственно дети отстают. И с каждым годом все хуже, хуже и хуже. Многие приезжают в Москву, в отделение генетики, там годами не могут поставить диагноз, не могут появить. Анализы же очень дорогие. И найти именно вот то, что у них, это очень-очень трудно. То есть вот если прямо явных признаков нет, таких каких-то бедных, это очень трудно. Даша нравится танцевать. Она занимается в театральном кружке, а еще любит сказки, где случаются чудеса, а волшебники помогают людям. Мы давно в Дорогу и Добра. Мы пришли еще, когда не было даже вот этого центра. Входим вот Дорогу и Добра в театральный кружок. Она так-то у нас очень неортистичная такая девочка, но память подводит ее. Ей в какие-то вот театре, они даже самые малюсенькие, ей очень трудно выучить. Танцевать любит. Петь она тоже любит. Ну, так как она плохо слышит, она, в общем, поет, конечно, как на своем, на Тарабарском. Любит посмотреть какие-нибудь мультфильмы, сказки волшебные. Прямо все это нравится, когда все это волшебство, когда какое-то вот чудо случилось. Там какие-то волшебники помогли каким-то людям. То есть это у нее самая любимая тема. Особенная история. Вот когда Даша там, было года три, четыре, вот пять, мы даже не успевали ходить на все, вот, куда нас приглашали в театры, там, на какие-то представления. И вот Даша там привыкла, она у нас каждый день, например, говорит, а куда мы сегодня пойдем? А что мы сегодня будем делать? Очень ей нравилось. Ей нравилось, ей нравится ходить. Ну, и мы, мамочки, общаемся. Вот придешь, поговоришь, посмотришь, там у других на лучшее. Да и время вот зайти, ну, как бы время прийти, время, то есть некогда было сидеть и думать. Ой, что делать, какая я несчастная, какая я такая, что-то мне всем не обижают. Ну, вот такая вот небольшая поддержка вроде бы там, ну, что мы все пришли, поговорили, попели, поплясали, разошлись. Но в душе, в душе всегда было тепло. Вот это вот, после этого занятия всегда в душе было тепло. Что ты не один, что тебе помогут, что-то подскажут. У меня вот даже, видите, сейчас слезы вышли на глаза, потому что прямо приходишь и тебя окружает добро. Организация «Дорога и добра» уже 10 лет поддерживает семьи, где растут дети с особенностями развития. Специалисты «Дорога и добра» создают условия, чтобы такие ребята могли учиться, заниматься творчеством, общаться и социализироваться наравне со сверстниками. Сайт организации rordi.ru Напрямую государством центр не финансируется, и без вашей помощи Даша и другим ребятам не справится. На номер 3443 отправьте смс ступени, пробел, сумма пожертвования цифрами. И обязательно подтвердите платеж в ответном смс. Особенная история